всем привет друзья ну что мы закончили объект сегодня 5 августа и хочу вас познакомить с этим объектом поближе ну и в мелочах что-то рассказать что добавить вот поэтому пойдемте с самого низа и постепенно будем подниматься наверх как всегда не будем долго ждать поехали давайте пробежимся быстренько по низу вокруг дом построен из клееного бруса компании Русь трубы вообще водосточная система вся у нас аквасистем она видите тоже из такого же металла все сделано из урал матово вот здесь видите труба от дренажа идет здесь потом в будущем будут вставляться такие приемные лотки куда труба будет уже вставляться ничего особого нет конечно но решение конечно лучше чем просто отлив стоит допустим на мой взгляд и подрабежит кто-то сюда поэтому лучше все делать в дренаж здесь будет патио это патио вернее и скорее всего возможно будет накрываться навес стеклом там энерголитом точно не знаю поэтому еще решение еще не принято по этому навесу вот здесь тоже также труба здесь повесили тоже водосточную систему поэтому как то вот так естественно здесь было стекло ли что будет опускаться и также желоб осадки вот под скажем так но снизу няча если бы леса не стояли то намного интересней но леса снимут скором времени выставлять окна поэтому возможно мы сопоедим еще и какой-то такой мини ролик снимем уже когда дом в готовом состоянии внешне хотя бы здесь да интересно правда посмотреть финиш идем дальше пройдем сейчас поднимемся на козырек на этот там я ничего особого нет пушка примыкание сейчас на я поднимемся наверх там поближе рассмотрим речный конечек ролик уже был про это сегодня 5 августа я это ролик это снимается не знаю может недели такой будет потому что я 8 летаю на море семьей но здесь нет ничего особого нету по сути снегозаджирателей у рима считаю что они вообще топовские из тех снеграждателей которые ну из полимерного покрытия конечно не беремте там алюминиевые там медные такие кстати дождик сегодня до обеда шел вот видите желоб сухой ну здесь тоже самое по сути примыкание это вот ухо оно как бы здесь не совсем было обязательно конечно но она обычно делается когда вот здесь стена идет примыкание вот и для чего он делается то чтобы а вот водичку оставил то есть вода должна идти по крайне во время даже да и если ушка не будет как он бывает разного вида всякого может просто здесь фальт сделал ну так вот на косую видов разных очень много этих уж вот для отвода воды работает он ну примерно вот так допустим дождик капать и чтобы на примыкание не мочил он его направляет желоб вот так вот и работает ну вот ну что пойдемте на самый она нас получается на средний средний и верхний скат и сейчас нет все поднимемся отсюда указать примыкание сама тут у нас сделан пристенный получается продух вот с этих треугольников с этих треугольников переходит в конструкции системы суда и вот здесь выходит отсюда то есть забор воздуха идет из-под карниза весь и поднимается сюда и в 10 уходит с под этой планки поэтому ничего особо нету что пошли выше ну и вот мы на среднем уровне получается его самый верхний уровень ну и давайте пройдем вокруг и в конце уже залезем наверх так ну типичный вен конек вот здесь получается с треугольника и часть этого ската и этого ската вентилируется коньком вен коньком все остальные вот эти вот скаты которые идут они вентилируются вот отсюда из-под планки а вот здесь потом будут обшивать деревом каким-то может как вот типа от потолка точно не знаю да кстати там в комментариях спрашивали что на вид похоже что между крюков расстояние больше но вот примерно если так вот у пальца до примерно 20 сантиметров вот так вот он сталинок раз два где-то 43 я говорю где-то от 40 40 до 47 примерно отсоединение вот по 20 сантиметров вот так сбежался наш конек то есть это уже окончательный верхний то есть если маленький там по бокам был по два с половиной получается черновой конек то здесь уже по 3 в каждую сторону и он теперь достаточно жесткий это вот как раз ендово где фальцевал двойной фальц видео вот этого узла проснимали вот то есть картинка подготовили и внизу снимал заготовку вот этой картины боковой и короче то ли файл повредился то ли что еще короче нет его то есть вот как она соединяется к сожалению не сохранилось вот ну в будущих роликах такие подобные узлы будет надеюсь все получится ничто не повредится и покажем как это делается вот снегозадержатели стоят у рима на вопрос будет такой почему там не в каждый фальза стоят держатели потому что если бы сказать был более крутой то поставили бы конечно в каждый фальц вот а здесь ну сход снега минимален на таком уклоне и через один здесь вполне выдержат вот тем более снегозадержатели хорошие никакой не то вы поняли вот здесь получается две воронки 1 труба стоит вот вторая с этого ската здесь где-то 100 квадратов на этом на верхнем скатах на этой крыше скажем уровне вот и 2 трубы вполне достаточно ничего не переливает думали что будет напор воды и будут ну вылетать вода ничего подобного все нормально были наблюдения здесь вот видите решили от яндовы раскидать этот маленький скат веером просто решили приколос ну ничего особого здесь как бы ну ну лично для меня нету что еще вот этот узел тоже в ролике вы видели который был не очередной показывать именно узел вот он готовом варианте а и ну еще это эту за показывал как пальцуется и вот он тоже в готовом же варианте металл не пучит он лежит на основании это не защелка не залепуха затем мы скоро сделаем ролик про защелку что это такое вот а то маркетинг работать и говорит что это фальцевая кровля на самом деле это ложь ничего общего вот с этой кровли фальцевой до защелка или еще там клик фальцы называют там защелкивающий фальц ничего общего не имеет слова фальцам только маркетинговый ход ну это мое личное мнение никому не хочу навязывать но мне кажется что людей клиентов дурят мансардные окна вот конечно совсем не то что мы думали здесь будет мы думали что окно будет поднята полностью не только зад но и перед тоже тогда бы совсем получилось по-другому вот и с точки зрения качества вот и эстетики ну качество здесь на я так уже говорю что здесь с качества все хорошо просто нам бы хотелось конечно все это чуть-чуть по-другому сделать вот здесь вот если можете посмотреть ведь не закончен да то есть она очень важно загнуться суда дальше за отворот но почему не загнули потому что заказчик купил сюда на это окно дополнительно как они комплектующий называется снег плюс вот они снимаются от эти вот все вещи накладки и снизу проклеивается и по уплотнителя потому что ну здесь вот получается сквозное отверстие у окна этот саморез который прикручивается судит это сквозное отверстие вот и во время ну там зимой скажем так весны когда здесь снег будет возможных подтеканий там ну какие то но естественно там все заклеена гидроизоляция заклеена там под контрабрусом гидроизоляция под металлом гидроизоляция все проклеена то есть чтобы спать можно было спокойно но и все равно еще для вообще на сто процентов то лучше конечно еще и уплотнителя поставить вот потому что мыть почему не завернуть не сказал если мы бы завернули то потом расфальцевать это все было бы проблематично ну вот как то так вот то есть объект сделали примерно 20 дней то есть мы начали 12 августа здесь и закончили 3 августа ну там еще несколько дней там были по полдня там или дожди очень такое но в целом примерно 20 дней 300 365 370 ну что такое плюс-минус квадратов это вместе с козырьком с нижним да все пальцы во всех пальцах вернее верхних замках внутри есть фальцгель то есть для чего он нужен на малых уклонах ну примерно таких как вот этот здесь 13 градусов либо еще ниже там от 7 скажем да ну и на меньших уклонах конечно делают фальц там от 3 градусов по моему делать нужно делать дополнительные меры безопасности такие как скажем закладывание фальцгеля ну фальцгель псул фальцевое масло герметики прямо во внутрь замка он прямо в этом фальце внутри чему потому что если зимой весной да то есть снег здесь на 8 сугроб вот и потом начинает таять естественно здесь образовывается каша ну и двойной фальц на таких уклонах он может как бы подсасывать воду то есть капиллярный эффект быть ну и что такого не было закладывается в сам фальц какой-то герметик скажем так не ули или уплотните вот дальше по старая безопасности естественно под металлом разделительный слой в виде гидроизоляции вот он может быть разные но как бы сказать мы выберем почему у нас на всех работах присутствует в основном пленки производителя дельта немецкий да тоже там рекламы мы вообще никак опять же говорю не сотрудничаем с ними просто но реально хорошие пленки реально то есть по сравнению с другими там которые у нас есть на рынке да ну они лучшие вот есть еще конечно там можно достать баудер пленки можно достать клобер вот но это надо искать заказывать под заказ все они не лучше скажем так чем дельта вот но их сложнее достать потому что они ну в россию там заводится не так массово и вообще нет у них представителей здесь в россии как есть у дельты вот ну что еще рассказать то больше ничего особо хотелось там привез с собой тоже с уплотнительным передник вот но инструмент весь в машине в газельке ребята поехали домой в отпуск и не могу поставить ну все как то так следующее видео будет уже скорее всего с нового объекта скорее всего так и будет поэтому до встречи всем